В программе «Случай из практики» сегодня мы говорим о раковых заболеваниях у женщины и как их можно предотвратить или профилактировать. И мы продолжаем принимать ваши вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Вот в молодости, ну там до 30-35 лет у женщины, говорится, происходит естественное очищение организма, менструация. Она очищает всё. А после этого в старости же не все пользуются презервативами. Вот как у них? Там же всё может попасть. Вот такой вопрос. Спасибо большое за вопрос. Я надеюсь, вы сможете прокомментировать. Я, к сожалению, не очень понял суть вопроса. Суть вопроса, я так понял, о том, что... Что у нас есть естественный механизм защиты, но хотя он не естественный механизм защиты, так ведь? Ну, о том, что вот как жить после менопаузы, это абсолютно точно такое же естественное состояние женского организма, когда наступила зрелость, и женщина пришла в период менопаузы, и в принципе тут абсолютно нету никакой потребности в том, что продолжалась менструальная функция. Тут нет вероятности зачатия, но ведь... Тут просто нет вероятности зачатия. Возможно, допустим, заболевания любого, такого как воспалительное заболевание, заболевание, передающееся половым путём. Опять же, давайте про рак шейки матки вспомним. Он ведь никуда не девается и не исключается, и, соответственно, если это, может быть, не очень известный половой партнёр, то, естественно, следует пользоваться барьерными методами контрацепции, чтобы защитить себя от инфекции, а с целью профилактики всей остальной патологии необходимо регулярное посещение акушерогинеколога. Вот ещё один вид рака, который, к сожалению, может грозить женщине, это рак молочной железы. Скользко мы упоминали об этом, есть у меня вопрос. Из Инты. Может ли остеохондроз грудного отдела провоцировать мастопатию? Остеохондроз грудного отдела позвоночника как-то... ещё раз что делать с ним? Провоцировать мастопатию. Нет, 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 он не должен провоцировать мастопатию. Нет, это процессы, так скажем, не взаимосвязанные. Но если говорить о раке молочной железы, всё-таки профилактировать его появление тоже можно? Что можно сделать? Конечно, необходимо его профилактировать. В принципе, давайте по молочной железе, вкратце, тогда вот чуть-чуть, позвольте мне небольшое вступление. Если говорить про какую-то патологию молочной железы, то в первую очередь давайте вспомним её основное предназначение, основную функцию. Я ни в коем образом не умоляю эстетическое качество, ни в коем образом не пытаюсь умолить ту её, как бы, часть, которую она в сексуальном поведении может иметь, молочная железа. Но всё-таки давайте говорить, что основное предназначение – это грудное вскармливание. Это вскармливание новорожденного ребёнка, и по сути это и есть основное предназначение молочной железы. И когда молочная железа, она выполняет свою основную функцию, именно тогда и происходят основные именно профилактические моменты. Вот посмотрите, раньше, когда в семье имелось три и более детей, до десяти, даже больше было детей, молочная железа, она что? В течение беременности она отдыхала от различных гормональных колебаний. В последующем период грудного вскармливания, опять же, она выполняла свою основную функцию, и, соответственно, она была защищена. И поэтому гораздо меньше было различной экологической патологии. Сейчас же что мы имеем? Сейчас мы имеем о том, что в семьях один, но редко, когда уже двое. Кстати, вот сейчас пошла тенденция, что всё-таки повторно родящих женщин больше стало. Ну, уже говорить о пяти, о десяти, это уже как редкость можно. Соответственно, и выросла онкопатология по молочной железе. То есть главное профилактическое средство – рожайте и кормите своих детей. Ну, так вот прямо тоже ведь не следует. Говорят, тут всё-таки по молочной железе, опять же, будем говорить про иммунитет, про здоровый образ жизни, это первое. И это основное. А все остальные мероприятия, они направлены на раннюю диагностику каких-то минимальных их изменений и, соответственно, лечения. Это регулярное ежемесячное обследование женщины, которая самостоятельно проводит. В первой фазе менструального цикла, когда, подойдя к зеркалу, просто оценить визуально одинаковая ли величина, симметричность, наличие каких-то кожных изменений. В последующем в душе или, не знаю, кому как удобнее, проводить пальпацию молочных желез и пытаясь найти какие-то подозрительные моменты. И если что-то насторожило, естественно, своевременное обращение к акушеру-гинекологу, либо же к акушерке-смотровой кабинет. Ещё один вопрос по телефону примем. Здравствуйте. К сожалению, сорвался, но я надеюсь, у вас есть ещё немного, правда, времени, но есть возможность перезвонить. Ещё один вопрос из ОСИКЮ. Недавно обнаружили ВПЧ, вылечить не успела, забеременела. Повредит ли этот вирус будущему ребёнку? Какие могут быть последствия? Срок уже 19 недель. ВПЧ и повреждения ребёнка. Вот так вот есть, допустим, определённые исследования, которые говорят о том, что при значительном таком распространении кандиломатозного, то бишь вот это вот непосредственно самих кандилом на области промежности, в этом случае при прохождении ребёнка через естественные родовые пути, возможно, так либо иначе, инфицирование гортани и в последующем бородавке. Но это настолько редко и, в принципе, в течение беременности с этими кандиломами можно разобраться и ухудовить. То есть просто обратить внимание с врача, у которого вы наблюдаете? Просто обратить внимание, подойти к гинекологу, а вот так вот, чтобы внутриутробно, трансплацентарно, гематогенно, инфицирование ребёнка не происходит. Примем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Подскажите, пожалуйста, вот общеизвестно давно уже, что вирус в пиломе человека, он может, скажем так, предшествовать раковым заболеваниям женских органов. Вот подскажите вообще, сам этот вирус, если его обнаруживают в крови, то возможно ли от него вылечиться? Спасибо большое. При первичном обнаружении. Никогда уже последствия пошли? При первичном обнаружении данного вируса в крови, в принципе, из лечения, оно возможно, когда иммунитет справится и полностью элиминирует данный вирус. То есть это на откуп своему организму нужно отдать или всё-таки чем-то помочь ему надо будет? Возможно помочь. Есть, в принципе, различные препараты, которые будут способствовать, но чаще, и в абсолютном большинстве, всё-таки происходит хронизация. Но я опять же буду говорить о том, что есть различные штаммы. Вируса папиллома человека, штаммов несколько десятков. И только четыре из них, они являются онкогенными. И то, что нашли вирус папиллома в крови человека, это совершенно ещё ничего не значит, что я обязательно заболею раком. Нет ни в коем случае. Ещё один вопрос к груди, возвращаю. Печора. Сделала УЗИ, врач сказала, протоки расширены. К специалисту не попасть. Что посоветуете? Кроме как попасть к специалисту. Ну, вот мне достаточно затруднительно вот так вот с порога ответить о том, что протоки расширены. Это может о чём-то говорить? Я так называю, что здесь, в принципе, что-то может говориться про мастер-патину. Мне трудно из-за одних моментов таких вот, какие-то уже заключения сделать сейчас мне неудобно просто. Трудно вот. Чтобы не ввести в заблуждение. Не ввести в заблуждение, да. Хорошо, примем ещё звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. А можно вам задать вопрос? Вот если эрозия у матки, говорят, уже большая, и не прижигают, это может перейти в рак? Ну, как бы лечение назначают. Спасибо большое. Есть эрозия матки, её не прижигают, допустим, по каким-то причинам. Ну, самое главное, чтобы, давайте вот говорить, когда уж не эрозия, а дисплазия шейки матки, она не переросла в рак, это действительно наблюдение. В том случае, если это дисплазия шейки матки, да, действительно есть определённые варианты экстезионного лечения. Если, допустим, женщина планирует в ближайшее время беременность, то зачем же сразу же эрозию прижигать, потому что непосредственно прижигание, оно может так либо иначе отразиться на родах. И тем более есть различные методы, не обязательно именно прижигание, криодеструкция, радиоволновое лечение, когда именно с использованием радиоволны удаляется вот этот патологический момент. Тут ключевой момент, определиться, что это за процесс. Если это просто, допустим, выворот цервикального канала эктропиум, либо же это воспалительного генеза какой-то участок, либо же это уже действительно, мы говорим о дисплазии тканей шейки матки. Тут различные лечения, конечно же. Ещё один звонок. Мы приветствуем вас. Алло. Здравствуйте, слушаем. Добрый день. Доктор, у меня такой вопрос. При климаксе какие препараты вы можете предложить? Вы как-то плохо себя чувствуете? Да, вот постоянно перерыв такой, то в жар, то в холод бросает. Так, действительно, если беспокоят вот эти климактерические проявления, то тут нужно в первую очередь обследование. В первую очередь необходимо, самое главное, это уточниться с толщиной эндометрии. Если она соответствующая, если нет других каких-то патологических моментов, тогда первое, что возможно, это использование непосредственно заместительной гормональной терапии, которую действительно очень хорошо нивелирует все эти симптомы переменопаузы. Это, ну, конкретно по препаратам я просто вот не буду называть, их достаточно большое количество, тем более не для телевидения. Вот так вот. Они же также, наверное, индивидуально подбираются. Да, конечно, тем более это необходимо индивидуально, ни в коем образом я по телевизору ничего назначить не могу за очередь. В любом случае не панацеи, надо обсудить с врачом. Есть растительные тоже различные препараты, которые содержат в себе эстрогеноподобные вещества, которые также облегчают течение всех этих симптомов. Естественно, при наличии вот таких вот жалоб именно в переменопаузе, в первую очередь, что нужно? Нужно обратиться к акушеру-гинекологу, который проведет определенный спектр анализов, и уже поэтому определиться, возможно ли здесь использование заместительной гормональной терапии, либо же только растительные какие-то препараты. Еще один вопрос из-за СИКИО озвучу. Меня зовут Нина. В интернете прочитала много информации по поводу питания онкологических больных. Мне диагноз только поставили, или лучевая терапия только предстоит. Мой врач о питании ни слова не сказала. Могу питать, как питались. Правда ли, что должно быть поменьше жиров и холестерина, а также определенное количество белка? Вот такой вопрос. Давайте так скажу. На такой вопрос мне ответить затруднительно, потому что я все-таки не к онкологии, не онколог, а к акушер-гинеколог. Но насчет жиров и холестерина я могу что сказать? Это для любого человека очень важно все-таки, особенно когда достигает определенный возраст, именно ограничение холестерина, именно животного происхождения, потому что, в принципе, тут не только про онкологию, тут про атеросклероз, можно уже говорить. А я читала о том, что избыток жировой массы тоже своеобразным предрасполагающим фактором будет являться. Особенно, особенно. Избыточный вес, вы имеете в виду, у человека, да, конечно, это важнейший предполагающий фактор. И, в принципе, мы будем говорить, если про питание, если мы говорим избыток именно жиров животного происхождения, то, конечно, это является травматичным фактором. То есть питаться правильно нужно по поводу всех сверстов. Да, и как-то к онкологии бы я вот так вот привязывал. Есть еще одно, женский, скажем так, рак, рак эндометрия, яичников. Может быть, успеем немножечко об этом сказать? Да, давайте тогда этот блок вопросов заденем. Действительно, если мы говорим про рак эндометрия, рак яичника, рак тела мальки, вот вы не поверите, но я, опять же, вернусь ведь к тому же, о том, что все это нереализованная репродуктивная функция своевременная. Вот посмотрите на то, как действует женский организм непосредственно менструальный цикл. По сути, менструальный цикл – это подготовка. Каждый цикл – это подготовка к тому, чтобы принять оплодотворенную циклетку, подготовка к беременности. Первую фазу менструального цикла происходит секреция, то есть секреция эндометрия, пролиферация, далее происходит секреция, в последующем происходит отторжение. Опять пролиферация, секреция, отторжение. Пролиферация, секреция, отторжение. И из-за того, что вы просто такие отторжения могут... И понимаете, вот когда из года в год нет беременности, в течение нескольких лет вот этот вот цикл, он происходит, происходит вот именно его травматическое, хроническое, травматическое воздействие, которое и может послужить такой первой причиной для развития того-либо иного неблагополучия. А беременность, которая наступила, она дает отдохнуть. Эндометрию дает отдохнуть яичникам, которых не вылупляется, и циклетка, опять же, не травмируется. Оболочка яичника. В последующем эпизод грудного вскармливания несколько лет, когда также продуктивная система отдыхает, находится под протекцией, находится под защитой. Но не всегда получается одного за другим ребенка рожать, не все могут это финансово тянуть, не у всех благополучно выходит замуж. Вариант оральной контрацептивы, насколько я знаю, это как раз-таки такое состояние легкой беременности поддерживается у женщин. Да, действительно, абсолютно правильно заметили. Действительно, при приеме гормональных контрацептивов в организме происходят схожие процессы. Нет пролиферации секреции отторжения эндометрия. Не созревает, не вылупляется яйцеклетка. То есть не перетуждаются яичники. Не перетуждаются яичники. Происходит это хроническое воздействие. И в целом, при длительном приеме комбинированных оральных контрацептивов, я имею в виду, до течения нескольких лет, в разы снижается заболеваемость различной патологии именно женской репродуктивной системы, такой как миома матки, гиперплазия эндометрия, эндометриоз, давайте туда же, и в принципе, и онкологическая патология в том числе. И сразу отдельно хочется оговориться, что при всех плюсах оральных контрацептивов нужно обязательно учитывать, что все это подбирается индивидуально. И потому что ваша подруга купила именно вот эти таблетки, и ей не очень хорошо подошли, вам они могут не подойти. Обязательно это нужно через прием врача сделать. Это очень важно, потому что можно корректировать моменты, начиная от кожи, как мы говорили, да, волосы, можно улучшить себя. Да, действительно, современные оральные контрацептивы, это что? В первую очередь, нынче сейчас следует говорить все-таки это про улучшение кожи, акне уходит, это сиборея, соответственно, волосы становятся чище, это в целом улучшение. Плюсов масса, но это в любом случае таблетки. И давайте еще про один важнейший плюс, это сохранение авариального резерва. Яичники отдыхают, яйцеклетки как бы там лежат, отдыхают и ждут, когда им понадобится женщине. Тем более сейчас, когда мы говорим о повышении репродуктивного возраста, когда женщина тоже и сделала свою карьеру, обустроилась, построила вот гвездышко, куда вот уже рожаем ребенка. Зачастую этот возраст уже такой большой, а яичников уже нет. То есть не яичников, а яйцеклеток уже нет. Все они уже ушли. А при длительном приеме оральных контрацептивов они как бы сохраняются. Сегодня мы говорили о профилактике онкогинекологии, как можно профилактировать такие страшные заболевания. Нам сегодня подсказал главный внештатный гинеколог Республики Коми Дмитрий Покушев. Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Всего доброго. Спасибо вам. А с вами, дорогие телезрители, мы увидимся завтра в 12.40. И сразу после случаясь практики смотрите продолжение драмы «Открытая книга». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова